Валютный курс Валютный курс Валютный курс Сейчас механизм изменился, соответственно, у нас с вами основной валютой для того, чтобы проводить торги на бирже, стал китайский юань. Что касается доллара и евро, то они приобретаются с помощью других механизмов, которые существуют. И вот этой вот катастрофы, которую нам хотели организовать, ее не произошло. Прежде всего потому, что вопрос, механизмы могут быть разные, главное, чтобы был достигнут результат. Вот сейчас результат в основе своей достигается, то есть экспортеры имеют возможность, импортеры имеют возможность, ну и частные граждане, на них это вообще никак не сказалось, как приобретали в банках или продавали, так и продолжают это делать. То есть обмешулили, что называется, те, кто, вот помните, вот эти сейчас дни, когда в отношении биржи санкций были применены, некоторые банки подняли курс там до 130-150, а где-то вроде 200, люди кинулись даже покупать, а вот получается зря, потому что буквально тут же все отскочило назад. Банки это делают для того, чтобы подстраховаться. Им выгоднее поставить хоть 350, лишь бы в этот суетный момент не продавать и ничего не потерять. А, то есть вот так вот, это был вопрос, что называется, запретительный курс? Конечно, запретительный. Не попытка нажиться, а просто вот пусть заморозит ситуацию, скажем так. Две вещи в одном флаконе, это всегда приятнее, да, и с одной стороны подстраховаться и нажиться. Нажиться на ком? Но всегда есть тот, кто паникует, это неизбежно. И в принципе психологически людей понять можно, потому что сталкивались мы на протяжении своей истории со всякими разными случаями. Но здесь зависит от тебя. Если ты считаешь, что время для паники и надо нестись покупать, то ну нестись покупай. А если у тебя есть выдержка или просто не на что покупать, и тебя это мало беспокоит в твоей повседневной жизни, значит тогда вопросов и нет. Ну сколько это продлилось? День, два, три? Да, буквально день, два, максы были. Да, даже трех-то там не набежали. Да, да, сразу все скачало. Поэтому очевидность, она стала быстро, все расставила на свои места. Владислав, ну все-таки, да, народ все равно беспокоится, в чем хранить сбережения. Доллар, евро, проблемная валюта, а может быть тогда стоит юань купить и хранить в них какие-то рублевые сбережения? Ну, юань у нас тоже пока валюта, которая носит несколько ограничительный характер по своему хождению, да, надо не забывать. Все-таки за те годы, десятилетия доминирования, доллар превратился в такую универсальную расчетную единицу, которая хороша тем, что ее принимают везде. Это не значит, что она чем-то обеспечена или не обеспечена, сейчас уже об этом все забыли. Уровень доверия продавца и покупателя, да? Почему так, правда, вот сколько лет, а все равно доверие колоссальное? Мы ведь каждый раз слышим, что госдолг США вырос на немыслимые суммы, он же превышает, ведь, по-моему, ВВП американский, и по всем, как нам говорят, если превышает, то все, это значит, страна несостоятельна. Почему все равно так себе верит доллар? Ну, потому что кто его печатает? Тот, кто обладает этим самым долгом, верит, потому что сейчас, в том числе, это выгодно, с одной стороны. Налаженная система, вот, по идее, конечно, когда появится какая-то другая универсальная единица, с помощью которой можно рассчитываться, ведь не зря все что-то придумывают. Ну, да. Так когда-то родилось евро, так сейчас может быть. Да, это ИГУ был. Да, рождаются. У нас инвалютный рубль был. Нет, ну, давайте вспомним нашу родную страну в 20-е годы, после разрухи гражданской войны и инфляции там в миллионы и десятки и сотни миллионов раз у нас золотой червонец присутствовал. Да, и сразу устаканивался. Да, как не более твердая валюта, очень замечательно. То, что мы потом в силу обстоятельств оказались заперты, когда рубль превратился в ограниченную денежную единицу, так сложились исторические условия. Но, копните до 17-го года, вы тем самым рублем в любой стране бы расплатились и все с удовольствием бы его взяли. То есть, признаваемость. Вот, поэтому, что касается доллара, вот он такой сейчас есть. Покупать юаня или нет, зависит от людей. Видите, как курс юаня сейчас упал по отношению к рублю. И в два же раза, не как турецкая лира. Да, безусловно. Но если вы носите своей целью, идею, чтобы на этом заработать, на покупке, то или иной валют. Нет, хотя бы сохранить. А сохранить, ну, значит, как универсальный-то совет какой. А, хранить в различных валютах. Б, складывайте часть денег на рублевые счета в банке под устоявшийся сейчас высокий процент из-за того, что кредитная ставка высокая. То есть, лучше даже не ее не купить, а открыть рублевый счет. Открыть рублевый счет, это, во-первых, ну, понятно, и более просчитываемо, да, вам. К тому же, там и вариантов много. Вспомните, вы можете его и на месяц, и на неделю, и на полгода, и с разными ставками. И с пополнениями, и с зачетами, и с накоплениями. Ну, то есть, вариантов. К тому же, банки соревнуются по привлечению финансовых средств. Вы можете пройти по рынку и выбрать. А по юаням вы что выберете? Ну, если вы в состоянии считать, что у вас есть время, подготовка и ум для того, чтобы анализировать колебания юаня, ну, вкладывайте в юань. Если вы просто там, ну, чтобы лежало на всякий случай, ну, купите. Почему нет? А вот вы, как президент торгово-промышленной палаты, что говорит наш бизнес, который все больше взаимодействует с Китаем, у них юань востребован? Да, безусловно, платежи в юанях проводятся. Здесь проблема не в том, что юань не востребован у кого-то там, у китайцев или у нас. Проблема в том, что крупные китайские банки, опасаясь вторичных или территичных санкций со стороны США, не пропускают платежи. Вот. Но там универсальная схема, которая хлопотная, но самая простая, платите через ВТБ. У ВТБ там есть свои отделения, да, к сожалению, их не так много. Китайцы открывают счет ВТБ, вы открываете счет ВТБ, и эти валютные юаневские платежи проходят только так. Точно так же смотрите по банкам. То есть выбирайте, простите за это выражение, мелкие китайские банки, смотря на них, чтобы они не были завязаны на обслуживание бизнеса Соединенным Штатом. Да, у них будут свои ограничения у этих мелких банков, это вполне естественно. Ну, то есть в каком-нибудь там приграничном районе с КНР к России они будут там вполне большими, а для Китая они будут в целом никто, да, этот маленький банчок. Ну, вам что нужно, да, так, шашечки или ехать, да, если вам нужны платежи с партнером, который находится в этой провинции, ну, зачем ему другие считают, вам же с ним рассчитываться. Поэтому там все не просто, хлопотно, дополнительно затратно, но живо. У нас буквально меньше двух минут, а недвижимость, еще один традиционный способ для наших граждан свои сбережения куда-то деть. Хороший вариант сейчас? Ну, посмотрите, как прыгнула недвижимость по своей стоимости за последние 2-3 года. Ну, это льготная ипотека, говорят, сейчас она сворачивается. Нет, 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 ну, стоимость на рынке, я про это сейчас говорю. Что касается льготной ипотеки, ну, мы же, вы льготный ипотечник, нет, я тоже. И огромное количество людей. Ну, не окажется ли сворачивание льготной ипотеки не по зубам уже недвижимости? Нет, ну, простите, это разные вещи. Вы сказали про инвестирование в недвижимость, да, когда индивидуально человек может себе купить, если вдруг накопил доп. квартиру, временно ее сдавать, а потом использовать детям там через 15 лет, поселить их там, когда они в институт пойдут учиться. Это один случай. Если же вы в массовом количестве скупаете, собрались, да, как крупный инвестор, это совсем другое. Ну, а льготная ипотека, среди льготных ипотечников нет инвесторов. Вот это люди покупают для себя, ну, понятно, семьи, военнослужащие и так далее, это совсем другая история. Это для жизни. Ну, то есть, если есть средства, квартирку бы лучше купить? Если есть средства, всегда покупайте квартирку. Она была в советское время квартиркой, в постсоветской квартиркой, сейчас квартиркой никуда не денется, и от вас не уйдет, вас не придаст, и на курсе вас не кинет. Ну, что, спасибо большое за совет. Это был Владислав Шориков, президент Тверской торговой промышленной палаты. Мы сегодня говорили о том, куда теперь гражданам деят свои сбережения, если они, конечно, не подслышали, либо рублевые счета, ненужные с кем-то долларами, либо недвижимость, и тоже рублевые, в смысле, в отечестве, потому что за границей, как показывает практика, могут у вас ее и конфисковать. Спасибо большое, Владислав. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»